Всем привет, друзья, с вами я, Компот, и не спрашивайте меня, почему я такой грустный, да блин, потому что у нас в последнее время, друзья, какая-то очень странная деревня, вот дико странная, не поверите мне, наверное, она ужасно злая, как будто тут каждый первый хочет меня убить, ладно, это, конечно, сказки какие-то, ну, серьёзно, каждый первый человек очень злой, вчера, представляете, залезли ко мне в дом, сейчас я вам покажу, смотрите, дверь выбили, пока я спал, у меня утащили все мои алмазы, вот что мне оставили, И, вот, я не понимаю, зачем грабить обычного фермера, вот я обычный фермер, и как я должен свою маленькую зарплату теперь выживать, привет, овечка, хочешь морковь, я тогда забыл, вы же элитные овцы, вы же не едите морковь, ну вот, друзья, короче, просто взяли и вот так вот развели меня, как лоха, украли у меня всё, теперь буду бдительней, буду не спать ночами, не знаю, сторожить своё имущество, блин, реально, понимаете, меня ещё убить, наверное, хотели, короче, деревня какая-то странная, деревня каких-то, не знаю, в незаконников, я не знаю, как ещё назвать, это беспредел полный, и вот кому не обратись за помощью, даже к губернатору, он меня далеко-далеко посылает, и такой, типа, а чё ты хочешь, слышь ты, не нравится, проваливай, и знаете, я, наверное, даже перееду скоро из этой деревни, но мне почему-то не делают документы, чтобы я отсюда съехал, тоже опять, как будто меня держат, как будто, и не знаю, вот зарплату уже давно не выдают, вот как я должен поставить себе дверь, на какие шиши мне идти, блин, телефон ещё звонит, нормально, ладно, потом звоню, так, сбросить, всё, нет времени у меня разговаривать, я вообще тут работаю, а мне тут поднимашли ещё названивают, кстати, кто звонил-то? Ух ты, друзья, номер-то городской, интересно, кто-то из города звонил, интересно, кто мне может позвонить из города, я надеюсь, что это... Друзья, вдруг это были мои... О, тихо, опять звонят, опять звонят, ну-ка. Алё, здравствуйте. Так, ты меня не знаешь, я тебя знаю, я за тобой прямо сейчас слежу, ты одет в красно-синий бомбер, это так? А, да, это так. Кто вы такой? Это ФБР, администрация президента, значит так, ты находишься в очень-очень опасной деревне, ты должен её ликвидировать. Чего? С чего это вы взяли? Я вообще-то просто обычный фермер, я... Да, не знаю, я... Да, что-то замечал такое, что деревня какая-то странная, но, блин, необычный фермер, что я сделаю? Скажи, пожалуйста, у тебя же креатив? Ну да, я его позавчера купил на сервере, чтобы быть фермером, мне было проще, чтобы я мог вот так вот быстренько всё собирать, всё ломать, быстренько всё засаживать. Вы не могли бы мне перезвонить не в рабочее время? Послушай, ты не понимаешь, с кем связался? Вся ваша деревня, это те люди, которые сбежали из тюрьмы, они ужасно опасны для общества, на их счету ни одна сотня жертв, ты живёшь среди убийц, и у них есть договорённость, что они убьют тебя, украдут все твои документы и уничтожат город жителей. Что? Как они это сделают, я не понял, а как они меня убьют? Когда у тебя закончится креатив, ты же покупал его на сколько? Ну я на недельку где-то покупал, и они чё, меня реально хотят убить? Что я должен сделать, скажите, пожалуйста? Смотри, твой дом заминирован, и вся эта деревня тоже, они хотят уничтожить тебя таким образом, и получить за это всё деньги, губернатор с ними заодно, ни в коем случае не связывайся с ними всеми. Да? А чё мне делать, скажите, пожалуйста? Хорошо, я готов принять ваше решение, ФБР, чё мне делать, скажите, пожалуйста? Смотри, сегодня ночью плат такой, мы не можем приехать в эту деревню, иначе будет ужасная памника, из-за того, что у тебя креатив, мы тебе даём очень сложное задание. Сегодня ночью возле твоего дома тебе позволят курьер, рядом с твоим домом будет стоять коробка, в ней будет всё нужное, а дальше мы тебе позвоним. Хорошо, скажите, как я могу... Сбросили, друзья. Я не понимаю, чё это за фигня такая? Так, ладно, не время работать, сейчас вообще даже мне как-то работать перехотелось, я не понимаю, это был розыгрыш какой-то по телефону, или чё? Я... Не, всё, я больше пока что не буду работать, и... Ну его нафиг, друзья, давайте просто прогуляемся по этой деревне. Слышь ты, а ну пошёл работать, ты чё не закончил? Хорошо, ладно, да, чё-то я совсем отвлёкся. Блин, реально, друзья, какие-то злобные люди, вдруг они реально меня хотят убить? Я буду делать вид, что этого не замечаю, всё, друзья, давайте сажаем, и типа я ничего не знаю... А, да, вот я тупой фермер, я сажаю тут картошку, посмотрите на меня, да... Блин, я чуть-чуть переигрываю, блин, я дико нервничаю, друзья, мне очень страшно, как этот ФБР-вец за мной наблюдал, город-то находится в дофига километров отсюда, он не мог как-то через телескоп какой-то за мной наблюдать. Я не знаю, что за фигня, может он в этом доме тут, да тут нет никого, обычная библиотека. Друзья, мне очень серьёзно странно, как-то страшно даже, у меня язык заплетается. Так, ну вроде я пересадил все огороды, ё-моё, кто же такой был? Капец, меня просто мучают какие-то сомнения, не знаю, ой, друзья, капец, это очень стрёмно, это очень страшно, ладно, давайте я уже доделаю свою работу и дальше буду думать. Вот как раз скоро у нас ночь наступит, ну как скоро, вот солнце сейчас опустится, будет подниматься луна, всё, ночь наступит, и я обязательно созвонюсь с этим человеком, или он мне позвонит. Короче, я не знаю, просто нужно ожидать дальнейших инструкций, но я думаю, что ничего такого не будет, потому что меня обманули, скорее всего, меня просто разыграли по телефону, это был какой-нибудь розыгрыш. Ну, друзья, фиг его знает, на самом деле, фиг его знает, тут как бы не каждый поверит, так сказать, но я в это верить не буду, по крайней мере. Помните, сколько раз меня эти жители загоняли, типа, что-то какие-то призраки, что-то еще, в итоге я им не верил и оказывался практически всегда прав, и думаю, что я тут тоже прав, и это какая-то шутка, был какой-то не очень смешной телефонный розыгрыш, который, наоборот, у меня от него аж мурашки по коже, вот серьёзно, я сейчас сижу, и у меня мурашки по коже, блин, друзья, это очень стрёмно, пожалуйста, поддержите меня лайком. Так, ну, вроде я всё посадил, всё, моя рабочая смена заканчивалась. А, всё, рабочая смена закончилась, можете там собрать посевы. Ага, пошла сюда. А, хорошо, ладно, друзья, не буду навязываться к ним на конфликт, кто его знает, вдруг это реально какие-то убийцы. В последнее время они что-то реально жестокие какие-то стали, и даже никто не помогает мне в случае чего. Ладно, друзья, остаётся мне только надеяться на то, что это правда, и, блин, как мне уничтожить деревню, я не понимаю, что в смысле уничтожить, мне полицию вызвать и приехать, не знаю, не сжечь же это дерево. Ничего, вдруг меня разводят просто как лоха, кто знает, может, это не ФБР. Эх, ладно, друзья, мне сейчас бы за дверью сходить надо, ну, у меня, в принципе, тут осталось немного золота, может быть, у кого-нибудь по дешёвке сейчас куплю дверь в супермаркете и поставлю себе. Всё, я пошёл. Так, друзья, смотрите, как раз точно вступает, а ещё я купил дверь, купил дверь я, значит, в кредит, мне не хватило немного на неё, она стоила 5 золота, я заплатил всего лишь 2 золота за неё, но мне потом нужно будет назад занести. Зато у меня теперь 2 двери, к сожалению, одну нельзя было там купить, поэтому у меня только 2 двери. Вот, ну, ладно, 2 двери мне вполне хватит, одну пока что поставлю, хотя, знаете, давайте-ка 2 поставим на всякий случай, кто знает, что меня ждёт. Всё, друзья, я думаю, теперь воры точно не приберутся ко мне домой, у меня теперь двойная дверь, и знаете что, я не буду всю ночь, наверное, спать, я вот куда-нибудь сюда сяду, почитаю, не знаю, книжку какую-нибудь. Да, в библиотеке надо книжку взять сейчас почитать и немного отдохнуть. Нифига себе, какая интересная книжка. А? Чё? Стуки в дверь, ну-ка. А, здравствуйте, вы из ФБ... А где... Я не понял, сундук. Стоп, а кто мне его принёс? Как вы мне могли принести? Тут никого поблизости. На крыше может... Эй, кто из ФБР, вы тут? Алё? Друзья, нет никого, очень странно, ладно, давайте заглянем в ящик, ну-ка. Охренеть! Это чё за штуки? Ну-ка, давайте я всё заберу. Ё-моё, так, давай сейчас дома всё осмотрим. Так, заходим быстрее домой, показать, кто не увидел. Так, ой, фу, как эти штуки воняют. Так, какие-то штуки эти непонятные. Шестьдесят четыре алмаза! Чё это? Дуб, удостоверение ФБР, ну-ка. Офигеть, друзья, это реально ФБР. Меня не обманывают. Ну-ка, топор и шестьдесят четыре алмаза. Чё? Звонят, погодите, звонят. Так, ну-ка, ну-ка, алё, да? Так, значит, слушай внимательно. Только что тебе наш курьер принёс ящик, в нём находится удостоверение наше. Это значит то, что мы себя не обманываем. Дальше, видишь эти красные непонятные штуки? Ну да, вижу. Что это такое? Смотри, это те ингредиенты, которыми ты можешь отправлять ядерную бомбу. Чё? Какую ядерную бомбу? Вы чё хотите, чтобы я взорвал эту деревню? А если я пострадаю? Не мойся, ты в креативе. Мы её настроили специально так, что он любит те, кто в креативе, не страдал. Так, хорошо, а что? А где сама ядерная бомба? Ты заметил, что в последние два дня в колодце нет воды? Ну да. Всё это время в колодце находилась засекреченная ядерная бомба. Чё? Вы серьёзно? Всё это время в колодце скрывалась огромная ядерная бомба, которая могла в любое время меня подорвать? Чё? Вы серьёзно? Не паникуй, всё нормально. Так, чтобы тебе дали верёвку, чтобы ты мог туда спуститься, и красный факел. Смотри, после того, как ты в части непонятные красные штуки засуришь внутрь ядерной бомбы, ты активируешь её красным факелом и можешь вылететь с помощью креатива. Да, хорошо, я понял. А скажите, пожалуйста, что за топор и 64 алмаза? 64 алмаза, это, так сказать, небольшая наша награда за твою работу. Ого, ничего себе. Я тружусь на благо сервера, да ещё не бесплатно. Спасибо вам большое. Смотри, также недавно эти жители установили камеру. Не знаю, зачем они это сделали, видимо, они что-то подозревают. Камеры ты будешь взрывать железным топором, понял? Да, понял, блин. Слушайте, это очень страшно. Не бойся, ты всегда будешь на связи с нами. Конец связи. Стоп, а к-к-к-бомбу как активировать? Чёрт. Они меня никогда не дают договорить. Ладно, друзья, я должен это сделать. Я должен помочь этому серверу, если он страдает. Так, книжку. Уйди лучше, книжка. Так, возьму телефон на всякий случай с собой. Ну, ладно, еды не буду брать. В принципе, мне она не пригодится. Ну, что ж, друзья, вы готовы? Вы готовы? Я надеюсь, вы мне поможете. Вы мне поможете уничтожить все эти камеры. Давайте, смотрите. Сейчас я должен открыть дверь. Так, выходим аккуратно, потихоньку. Я так понял, там нужно сделать прямо сейчас. Ладно, поехали. Так, первая камера. Я вижу, она где-то... Да, вот она тут висит. Смотрите, друзья. Короче, чтобы я её сломал, вы должны поставить лайк. Так, давайте, вы ставите лайк, а я ломаю на счёт три. Одновременно мы это делаем. Готовы? Раз, два, три. Опа! Так, всё, первая камера обездрежена. Блин, утро наступает. Нужно торопиться, друзья, давайте. Так, следующая камера где? Так, идём. Тихо-тихо-тихо-тихо. Рядом с окнами проходим. Тихо. Эй, слышишь, кто-то шанс стоит рядом. Друзья, тихо. Нужно незаметно это всё сделать. Так, ломаем следующую. Давайте. Опа! Отлично. Так, ну вроде тут больше камер нету. Чёрт, камера! Ладно, надо обойти как-нибудь её и вырубить с другой стороны. Так, пойдёмте. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, тут нет камеры нигде. Так, вроде тут камера не... Так, жители смотрят из окна. Так, тихо сюда. Ближе к окну, друзья. Тихо. Главное не орать. Главное не орать. Так, да. Теперь сюда. Хопа. И камеру давайте эту. Раз, два, три. Всё, отлично, друзья. Спасибо большое, что помогли мне сломать все камеры в этой деревне. Теперь я смогу с легкостью заглянуть в колодец. Ну-ка и... Охренеть! Там реально огромная царь-бомба, которая уничтожит эту деревню в два счёта. Друзья, капец, как мне страшно. Пожалуйста, поддержите лайки. О, блин, сорри, заплетаюсь уже. Пожалуйста, поддержите меня лайками, потому что... Блин, я не знаю. От меня сейчас зависит судьба. Я не знаю, доверять или не... Так, тихо-тихо. Алло, да? И вот и медлежь. Пускайся быстрее. Скоро наступит мудро. Они могут тебя убить. Чёрт! Блин, ладно, всё. Нет времени объяснять, друзья. Я надеюсь, что я действую правильно. Так, кидаем туда верёвку и давайте... Хопа! Оп! Так, всё, отлично, спустились. Ага, верёвку подобрали. Охренеть! Тут реально нет воды! А когда они успели всё это вычистить? И поставить сюда огромную царь-бомбу! Офигеть! Вы посмотрите, насколько она огромная! Ну-ка, я поднять могу... Ну-ка, ещё раз... Давайте... Чёрт, блин, не могу её поднять! На то и она такая тяжёлая! Ё-моё, чёрт, а чё ж мне теперь делать? Ладно, хорошо, давайте посмотрим, чё в этой бомбе внутри. Ну-ка, хопа! Охренеть! Как я это запущу? Офигеть! Блин, ладно, давайте, друзья, думать. Так, поехали. А куда ссуётся эта штука? Сюда? Ммм... Да, вру... Не, смотрите, она не совпадает по размерам. Чёрт! Чё мне дел... А эта штука сюда, что ли? Она опять заходит за края. Она не совпадает по размерам, она туда не влазит. Так, и эта тоже не влазит. Друзья, куда мне это ссуать? Пожалуйста, подскажите в комментариях, кто знает. Так, блин, чёрт. Скоро утром наступил. Или уже наступил? Нет ещё? Нет? Чёрт, уже свет лет. Надо, друзья, действовать быстрее. Так, давайте, хорошо. Разберусь. Попробую как-нибудь разобраться. Давайте, так. Так, это, наверное, сюда. Это сюда, сюда, не знаю, сюда, сюда и вот сюда. Не знаю, давайте попробуем. Или вот так вот это надо сделать, не знаю. Давайте так попробуем. Ну-ка, и... И... Чёрт! Я неправильно что-то сделал, друзья. Блин, нужно торопиться. Так, давайте. Это ещё забираем назад себе в инвентарь. Мы должны как-то... А, всё, я понял, друзья. Вот. Это сюда, это сюда, это сюда. Да, вот они, штуки заполняются эти, по ним нужно ориентироваться. Так. Ага, теперь нужно определиться, куда... Ну, это, наверное, в круг. Да, друзья, всё, идеально всё подходит. И... Да, я сделал это, друзья. Бомба официально заряжена. Что ж, друзья, осталось мне её только зажечь. Ох, друзья, мне очень страшно. Пожалуйста, пожелайте мне удачи, потому что прямо сейчас я взрываю бомбу, которая находилась в этом колодце очень-очень долго. Вы готовы? Раз, два, три. И... А, чё? Чёрт! Чё это такое? Чё за свечение? Ай, мои глаза! Так, креатив... Офигеть, друзья! Ха-ха! Что это такое? Офигеть! Вся деревня загорелась светом. У меня чё, ночное зрение эффект наложил? Нет. Офигеть! Да, действительно, они мне не соврали. У меня регенерация. Как... Устойчивость к радиации. Офигеть! Сколько алмазов! Так, ну, вроде... Я взорв... Ну-ка, а я могу в эпид-центр? Капец, тут горячо! Ну и... Офигеть! Друзья, я могу входить в эпид-центр, и мне ничего не будет! О-фи-геть! Друзья, я в шоке! У меня ужасно сильно лагает Майнкрафт. Так, нужно отсюда выбраться. Срочно, друзья! Так, вылетаем. Давайте упадем в самый низ и будем смотреть снизу на всё это происходящее. Чёрт, как лагает Майнкрафт! Ужасно, друзья! Офигеть, какой взрыв! Он уничтожил не только деревню, а всё, что находится поблизости с ней на дофига-дофига километров. Капец, сколько под этой деревней алмазов я даже и не знал! Раз, алмаз... Чё? Взрыв закончился, всё? Ни единого жителя, ни единой деревни, даже пепла не осталось! Я сделал это! Офигеть, друзья, я сделал! Чёрт, капец, как тут много алмазов! У меня ужасно лагает Майнкрафт! Тут очень много алмазов... Офигеть! Под этой деревней они реально хранили очень много алмазов! Так, тихо, телефон звонит! Ну-ка, телефон! Алё, да? Молодец, ты справился! Прямо сейчас мы высылаем туда бригаду вертолётов и машины! Ты не пострадал? Да нет, не пострадал вроде! Поздравляю, ты признан официально героем Майнкрафта! Что? Да ладно, не надо! Ой, какой-то серый пепел пошёл! Ни, сейчас на тобой приедет вертолёт! Мы тебе предоставим безопасное жильё! Что? Спасибо вам большое! Я и не знал, что эти люди, они убийцы! И то, что они убивают людей! Знал бы я давно, ты бы так сделал! Всё, друзья, короче, сейчас приедет за мной полиция! И они меня отвезут в город, и всё будет хорошо! Друзья, я рад, что я помог добрым и честным людям! И я рад, что я уничтожил всех злодеев и всех убийц в этом мире Майнкрафта! Капец, тут даже близко ничего не осталось! Как хорошо, что я был в креативе! Надо ещё потом креатив купить подольше на этом сервере Майнкрафта! Ладно, друзья, спасибо большое за просмотр! Спасибо за то, что ставите лайки и поддерживаете меня в комментариях! Я очень рад, и несмотря на то, что у меня лагает Майнкрафт, я думаю, что вы всё равно поставите мне лайк под видео! Я очень надеюсь, что вы ещё нажмёте на колокольчик и подпишитесь на мою страницу ВК! С вами был я, Компот, и вы мои подписчики! Ведь без вас не было ничего, поэтому я вас тоже официально признаю героями Майнкрафта! Всем удачи, друзья! Всем спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...